У меня горят глаза, болят ноги, и я безумно рада, что у меня есть возможность путешествовать, хотя бы минимально. Я благодарна Богу и родителям за то, что у меня есть мозг, который я иногда могу использовать и чего-то добиваться с этой помощью, поэтому, блин, у каждого из нас есть возможность путешествовать. Сейчас есть огромное количество вакансий, стажировок для молодых успешных специалистов, для журналистов, для дизайнеров, для архитекторов, для экономистов, для кого угодно. И у каждого из нас есть возможность делать что-то, что украсит нашу жизнь, что насытит её красками, поэтому, пожалуйста, добивайтесь чего-то, делайте свою жизнь интересной и разнообразной. Посидеть вы всегда успеете, а попутешествовать хотя бы даже недалеко, в Вильнюс, 3 часа я сдай от Минска, это кажется, всегда успеешь, но, блин, молодость нам дана одна, и я сейчас хочу использовать это время сполна, чтобы в старости я сидела и думала, блин, как же круто. Я сделала столько всего, я не просто просидела, я не просто там пролежала на диване, а вот использовала то, что могла по максимуму и была безумно счастлива, поэтому желаю вам того же. Не сидите на месте, делайте хоть что-то, делайте то, что вам нравится, пусть это не будет поначалу приносить результат, но никогда не останавливайтесь, просто никогда. Ну что, последний экзамен сдан, повышенная стипендия, привет, едем в Вильнюс. Что я успела сделать за 15 минут в Вильнюсе? Я успела заблудиться, я успела поскользнуться и упасть. Я наконец-то добралась и заселилась в номер, мне кажется, число 13 меня просто преследует, потому что у меня 13-я комната. Вот это ноги, в которые нужно встать и загадать желание. Субтитры сделал DimaTorzok Мы пришли в магазин New Yorker, здесь очень много вещей на скидочке. Еще я нашла вот такую вот подвеску в виде кулоночка с кружочком. Я в Минске искала ее, наверное, полгода. И картошечка фри, как это мило. Еще есть вот такие классные фигочки. Но это как-то слишком ванильно. Вы знаете, что самое обидное? Что здесь есть цена в абсолютно разной валюте, даже в гриллях. Но нет в белорусских рублях. Ну блин, хотя мне кажется, белорусы в Вильнюсе едут намного больше, чем украинцы. Простите, конечно. Смотрите, это домик просто как в детстве, в какой-нибудь сказочке. Круто! Сегодня третий день моего путешествия. У нас начался ужасный снегопад, поэтому я даже не знаю, смогу ли снимать. Потому что очень холодно, и снег дует прямо мне в лицо. Сейчас я иду в Ужапис. Это государство в государстве. Своей конституцией, своими законами, конечно, власти не признали. Такой вид самодеятельности. Но они вполне себе существуют. Существуют? Смотрите, здесь висит проволочное белье. Я наконец-то нашла конституцию Ужаписа. Смотрите, здесь есть на русском, есть даже на белорусском. Ну в общем, человек имеет право на горячую воду, на плене зимой и черепичную крышу. Каждый имеет право умереть, кто не обязан. Каждый имеет право ошиваться. Каждый имеет право любить. Каждый имеет право быть независимым и незнаменитым. Каждый имеет право лениться или ничего не делать.